Череду памятных дат начинает Туапсинский район. Там день освобождения от немецких захватчиков отметят уже через неделю, 20 декабря. Затем эту эстафету примут в других районах. Праздники пройдут именно в том порядке, в каком солдаты Красной Армии освобождали города и станицы. Все строго в соответствии с хронологией боев. О них готовы в подробностях рассказать те, кто 75 лет назад боролся за мирное небо над Кубанию. Несмотря на почтенный возраст, ветераны Великой Отечественной все так же в строю. Своими воспоминаниями они делятся со школьниками и студентами. А их мнение во главе обсуждения краевой повестки на совещании у губернатора. Дети, конечно, любопытны. Они с удовольствием слушают и воспринимают то, что они слышат от живых людей, от тех, кто сам видел войну. Я всегда рассказываю о тех своих товарищах, которые погибли на моих глазах, которые вместе со мной служили, которые защищали Курскую дугу, ослаждали Белоруссию, Украину и так далее. Так что живое слово живого ветерана сейчас и сейчас и всегда оно весомо и доходчиво. Вы как раз живой пример для нашего одного из фильмов. Вот пусть 17-летние мальчишки возьмут и затиснут свою сегодняшнюю жизнь с его жизнью в его 17 лет. И все. И больше ничего говорить нам не придется им. Когда они один, второй, третий. Возьмите сериалом, выдайте и все. Анна Алексеевна, здесь надо максимально вам сегодня эфир загружать передачами о нашей победе. Встречи показывайте с ветеранами. Вовлечены в эту работу будут все без исключения средства массовой информации, как краевые, так и муниципальные. Но понимаем, что сегодня молодежь в основном у нас получает информацию не из телевидения, а в большей мере, конечно, из интернета. Поэтому для нас принципиально важно разработать такие форматы в сети, чтобы это было им интересно, чтобы это было интерактивно. Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков – одно из самых важных событий Великой Отечественной войны. Эта победа знаменовала завершение битвы за Кавказ. Тогда сражались все, не делясь на национальности и конфессии. Как и тогда, 75 лет назад, эту памятную дату отметят вместе с ближайшими соседями. Нам нечего делить с вами. И победа была одна на всех, и проблема была одна на всех у нас. И поэтому рука об руку. Спасибо всем участникам, спасибо вам большое. Мы готовы. Я передам всю атмосферу, все, что происходило здесь Мурату Корольбевичу. Я думаю, что мы продолжим и сделаем. Достойно проведем эти мероприятия. Спасибо, Хавида Худович, за инициативу. Еще раз подчеркиваю, она пришла от ветеранской организации Адыгеи о совместном праздновании и за такой подход. Битва за Кавказ была общая у наших предков. Общая. И победа одна на двоих была. А вместе это была великая победа великой страны. Вот как мы здесь, только вместе. Только вместе. Сейчас, завтра, послезавтра и на долгие века. Ни один участник тех событий не должен остаться в стороне, дает самое главное поручение Вениамин Кондратьев. Живых свидетелей истории с каждым годом становится все меньше. Сегодня в крае ветеранов Великой Отечественной войны всего около пяти тысяч. Дойти до каждого, поздравить и вручить приглашения, помочь с транспортом и обеспечить медицинское сопровождение. Это первоочередная задача, о которой говорит губернатор. Праздничные мероприятия нужно провести не для красивого отчета. Мы должны не просто отпраздновать эту дату. Мы отчасти должны где-то ее прожить. Но вместе с молодежью, самое главное, с молодежью прожить и прочувствовать. Мы обязаны эту память сохранять. Обязаны. Память о нашем великом народе. Народе победителей, который подарил мир всему миру. Иначе не скажешь. А этот праздник, он нужен не мертвым. Он нужен живым. Давайте так, чтобы молодежь ахнула. И на самом деле ощутила ту радость победы, которую ощущали наши прапрадеды, наши деды. К важной дате подготовят специальную награду. В знак благодарности за мирное небо. Учердят медаль к 75-летию освобождения Кубани. Вручат их тем, кто был на передовой и защищал тыл в страшные героические годы Великой Отечественной. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.